Салют, вы смотрите Дай5, это ваш любимый видеоблогер Лейки, и сегодня я расскажу 8 фактов о службах безопасности России. Лейко, 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 лейко! По факту! История Федеральной службы безопасности началась 20 декабря 1917 года. С создания Всероссийской чрезвычайной комиссии, сокращенно ВЧК, либо просто ЧК. Именно благодаря этой аббревиатуре в народе за сотрудниками комиссии закрепилось название Чекисты. С 1934 года на смену ВЧК пришел Народный комиссариат внутренних дел, или НКВД. Комиссариат объединял функции государственной и общественной безопасности, таким образом выполняя и работу спецслужб, и работу милиции. В 1954 году появился уже более знакомый нам Комитет государственной безопасности, или КГБ, выполнявший роль главного органа исполнительной власти СССР. После перестройки органом-правоприемником КГБ стала Федеральная служба безопасности, или ФСБ, действующая в России по сей день. Первым главой ВЧК был Феликс Дзержинский, получивший среди коллег прозвище «Железный Феликс». У этого прозвища есть своя история происхождения. Однажды в окно рабочего кабинета Дзержинского залетела ручная граната. Проявив невиданную прыть, Дзержинский за считанные секунды выскочил из-за стола, преодолел расстояние до железного сейфа и укрылся в нем. Взрыв гранаты нанес немалые повреждения стенами мебели, из окон вылетели стекла, и только сработанный на сове сейф остался цел и невредим. Когда на шум и грохот сбежались коллеги, они увидели сквозь пелену пыли и дыма вылезающего из сейфа живого и невредимого Дзержинского. Обошлось даже без контузии. Главе ВЧК незамедлительно выделили новый кабинет на том же этаже, но менее уязвимый для покушений. Есть мнение, что ФСБ прослушивает всех, но это лишь миф. Не существует технологий, способных обрабатывать настолько массивные объемы информации. Однако в распоряжении ведомства есть программы, способные выборочно отслеживать разговоры по ключевым словам, например, бомба, террор, президент и так далее. В то же время российское законодательство обязывает архивировать все телефонные разговоры, но ни о какой предварительной прослушке не может быть и речи. В ФСБ тяжело устроиться на работу. Главными требованиями к будущему сотруднику спецслужб является отсутствие компромата на него, практически идеальное здоровье и рекомендации бывших или действующих сотрудников ФСБ. Кроме того, на работу в службу безопасности никогда не берут сотрудников МВД, а также так называемых инициативщиков, то есть людей, кто пришел в ФСБ с улицы по зову детской мечты. Другими словами, принцип устройства в службу организован так, что тебя будто должны выбрать заранее, без личной инициативы с твоей стороны. В России борьбу за власть и влияние ведут не только политики, но и государственные структуры, различные ведомства и правоохранительные органы. И хотя на первый взгляд все представители силового блока, генпрокуратура, МВД, ФСБ и другие призваны бороться с преступностью, нередко они вступают в борьбу между собой. Например, еще в СССР к концу правления Брежнева разросся большой конфликт между КГБ и милицией. Николай Щелоков, в те времена министр внутренних дел СССР, который пользовался большой поддержкой Брежнева, противостоял главе КГБ Юрию Андропову. Когда последний стал главой СССР, в МВД были произведены крупные кадровые чистки и заведены уголовные дела на многих представителей высших чинов советской милиции. Другое столкновение тех же ведомств произошло 20 лет назад, когда Владимир Путин впервые стал президентом. Тогда оба ведомства установили слежку друг за другом, прослушивали телефонные разговоры и так далее. Во время Первой Чеченской войны главной целью российских спецслужб был лидер чеченских сепаратистов Жохар Дудаев. На него было совершено несколько покушений. После трех неудачных попыток ликвидировать лидера боевиков, российские спецслужбы решили задействовать современные технологии. 21 апреля 1996 года военные запеленговали сигнал от спутникового телефона Дудаева в 30 километрах от Грозного. В воздух были подняты два штурмовика Су-25 с самонаводящимися ракетами. Определив точное расположение Жохара Дудаева во время телефонного разговора, военные выпустили две ракеты в нужную точку. Таким образом силовики смогли уничтожить лидер сепаратистов при помощи спутниковой связи, одного телефонного разговора и двух самонаводящихся ракет. На самом деле это только в кино родные и близкие не знают, где работает сотрудник спецслужб. Для большинства работников ФСБ нет особого смысла скрывать, где они работают. А те сотрудники, которым действительно есть что скрывать, например, спецподразделения, контрразведка и ЦНС, обычно скрывают не контору, а направление работы. То есть семья какого-нибудь бойца Альф знает, что он работает в спецслужбах, но где именно, не знает. Нынешний президент России Владимир Путин до политической карьеры долгое время работал в службах госбезопасности. С 1977 года он служил по линии контрразведки в следственном отделе КГБ в Ленинграде. Во время службы в КГБ Владимир Путин имел прозвище Моль. Позже с 1985 по 1990 года Путин служил под прикрытием во внешней разведке в ГДР. Известно, что во время службы в Дрездене, во время протестов демонстранты пошли громить здание, где находились российские офицеры. На крыльце здания демонстрантов встретил Владимир Путин. Ему удалось остановить разверенную толпу и убедить их прекратить погромы без применения табельного оружия. И это были 8 фактов о российских спецслужбах. Понравилось видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал, не забывай нажать на колокольчик. А также предлагаю посмотреть себе новый выпуск «Нет драмы» о том, как не бояться неудач. И 8 мировых изобретений, которые впервые были изобретены в СССР.